Барышня-крестьянка Укровной материал Сверху листья, которые нападали осенью Что мы с ней будем делать теперь Когда она открытая Куча травы, усов За что взяться? Уберем все усы С одной стороны хорошо бы сразу накрыть мульчой Мульчируем мы после того Как сделаем подкормку и обработку Здесь мы прокапываем Опять же Бороздку Вот сюда-то мы и будем поливать Вот сюда-то мы и будем вносить Все наши удобрения Мы вносим компост Либо перегной Можно вносить органические Препараты И когда вы будете поливать Пожалуйста, лейте вот туда же Настало время Подвести промежуточные итоги Вот моя клубника Честно говоря, в прошлом году Здесь было, наверное, ягод 5-10 И я ее уже хотела просто Вырывать и садить новую Но наш эксперт Александр Викторович Сказал мне, что это делать абсолютно не обязательно И мою клубнику можно возродить Он оказался прав Посмотрите, что у нас получилось Но ухаживать за клубникой, конечно же, нужно постоянно И сегодня в нашей программе Мы вам расскажем, как именно это делать Прямо сейчас, по совету нашего эксперта Я хочу замульчировать клубнику Сосновыми иголками Благо, мы живем на таком участке Где сосен очень много И добра этого хватает Поэтому идем собирать Итак, мульчировать, конечно же, нужно начинать немножечко пораньше Я это тоже уже делала Но слой должен быть примерно 3-5 сантиметров Под таким толстым слоем Влага будет сохраняться гораздо дольше А значит сократится потребность в поливах Мульчирование защищает грядки от сорняков И создает благоприятный климат Вы можете мульчировать не только сосновыми иголками А, например, сеном или скошенной травой Что еще хорошо? При мульчировании ягоды не касаются земли А значит, остаются чистыми Хвойная мульча хорошо пропускает воду И не напитывается влагой Именно поэтому в ней реже возникают различные плесень и грибки А еще вещества, которые содержатся в иголках Препятствуют возникновению болезнетворных бактерий Но очень важно эту мульчу, именно хвойную, по осени убирать Потому что она щелочная И уже потом может принести вред вашим ягодам Клубника у нас уже наливается Но стали появляться еще и усы Они нам сейчас абсолютно не нужны Потому что все силы корней растения, а именно клубники, должны уходить в ягоду Поэтому сейчас все усы мы с вами обрежем И еще один очень важный момент Когда вы поливаете клубнику, особенно во время ее цветения и наливания ягод Ни в коем случае нельзя лить воду на сам куст Обязательно проливайте лейка, ведро или шланг только под корень Ну и, естественно, внимательно нужно смотреть, чтобы сам корень не размывался Потому что он находится очень близко к поверхности земли А некоторые садоводы вообще предлагают во время дождя укрывать клубнику Чтобы он тоже не попадал сверху на кусты Вот такие интересные факты Александр Викторович, здравствуйте Здравствуйте, Юля Здравствуйте, дорогие телезрители Посмотрите, какая благодаря вам у меня наросла клубника Александр Викторович, а чем еще можно удобрять клубнику вот сейчас, когда она только наливается? Ну, во время цветения и плодоношения клубнику можно поливать органическими удобрениями Это коровяк как таковой, это может быть настой крапивы Либо это может быть куриный помет Но единственное, что вам обязательно нужно его настаивать Понятно Александр Викторович, но вопросов-то у нас еще от телезрителей много В такую жару мы сейчас перейдем в дом, чтобы записать нашу уже любимую рубрику «Садовый ликвец» Хорошо, жду ваших вопросов Почему желтеют огурцы в теплице? Здесь очень большой комплекс всевозможных проблем Эта проблема может связана с тем, что либо не доливают воды, либо переливают Нужно примерно рассчитать, сколько нужно налить воды для каждого растения Потому что обычно растения располагаются по 2-3 в ряд И наливаются полностью вот в эту вот ванну, около ведра То есть получается, что растение получает около 5 литров воды Этого достаточно Если же делается это меньше и теплица находится на солнце очень ярком То возможно, что нужно добавить воды для того, чтобы растение располагало большим ресурсом Это первое Второе Если мы с вами проливаем каждый день, то это примерно такое количество Если же вы делаете это примерно раз в 2 дня, то количество нужно увеличивать Потому что лучше всего, если вода проникнет достаточно глубоко И напитает корни, более глубокие корни нашего растения Если же вы переливаете, опять же, каждому, скажем Каждое растение получает по ведру воды Этого много И от этого тоже они могут желтеть Но это только первый, скажем так, самый верхний слой причин, почему могут желтеть листья Второй слой – это недостаточное количество удобрений Это ваша нерадивость, которую вы проявили при подготовке теплицы То есть теплицу нужно было обязательно подкормить То есть это может быть и коровяк, это может быть и навоз Или в живом виде, но только в более глубокой закладке Это может быть куриный помет, это может быть перегной То есть органические удобрения, которые вы вносите Вносите вы их осенью, еще после того, как вы убрали растения Лучше всего, если перед этим вы уберете и верхний слой почвы Если ваши растения болели, то там легли зимовать личинки вредителей Вам сейчас нужно обязательно подкормить растения Если вы это не делали в течение сезона, ну вот уже полсезона прошло, да Если вы этого не делали, то сейчас это как раз и нужно будет сделать Следующая причина, почему могут желтеть, значит, растения, наши огурцы с вами Это грибковые заболевания Грибковые заболевания, то есть огурцы предрасположены к нескольким видам грибковых заболеваний В том числе и мучнистой росе Значит, нужно обязательно выбирать сорта при посадке Которые обладают повышенной стойкостью к этим заболеваниям Там их 3 или 4 вида этих заболеваний Там мучнистая роса бывает простая, когда у вас белыми пятнышками все покрывается Бывает ложная мучнистая роса, когда она сначала вроде покрывается белым А потом листья становятся коричневыми Это ложная мучнистая роса Существует еще ряд заболеваний Что нужно делать при этом? При этом лучше всего, как только вы увидели эти первые пятна Сразу же вы удаляете листья, на котором располагаются эти пятна И сжигаете их Если же вы проморгали, и это возникает на нескольких листьях сразу То лучше всего удалить все растения Пока это заболевание не распространилось на все остальные растения Соответственно, когда мы с вами осенью начинаем готовить теплицу К следующему сезону Мы обязательно должны либо продезинфицировать полностью землю Еще теплую, когда она еще не встала Либо мы должны снять верхний слой почвы С учетом того, что на это место таким же слоем мы потом положим перегной И смешаем его уже с грунтом, который у нас есть в теплице И последний вариант, наверное, есть и еще Но тот, который неизвестен Это насекомые Насекомые, вредители даже, скажем так Потому что это может быть бахчевая Бахчевая тля Либо это может быть паутинный клещ Это можно определить, развернув листы Того же паутинного клеща видно То есть это такие маленькие белые точки И паутинки, которые связывают его по листу Соответственно, здесь есть достаточно много всевозможных препаратов Которые можно применять сейчас То есть, ну только единственное, что после его применения В течение 4-5 дней, значит, огурцы есть нельзя Лучше всего спросить об этих препаратах у продавцов Потому что сейчас появляется очень много новинок И кто первым их использует, это сами продавцы Они вам расскажут Лучше всего все-таки проконсультироваться у самого продавца Свеклу садить уже поздно? Конечно, на самом деле свеклу сажать уже поздно Потому что ее сажали, ну вот для того, чтобы она сейчас уже начала наливаться Ее сажали в мае Но существуют сорта скороспелые Они не лежат, то есть они на еду сейчас Если вы хотели посадить свеклу для того, чтобы она у вас лежала зимой То это, конечно, уже поздно Если вы хотите сделать, предположим, какие-то закрутки Ну, предположим, что вы делаете на зиму, ну, типа салатов, да В банке закатываете заправку для борща Тогда вполне реально можно посадить Сейчас единственное, что обязательно нужно использовать раз в неделю Стимуляторы роста И учтите, что у вас это все дело уйдет тогда где-то уже на край августа Начало сентября получения вашей продукции Ну, а что сулит нам лунный календарь, мы расскажем далее 11, 12 и 13 июля убывающая луна В эти дни рекомендуется рыхлить и пропалывать почву Прореживать и окучивать растения Опрыскивать их гербицидами Косить газон, удалять сухие и отплодоносившие побеги Уничтожать сырники Не рекомендуется сажать и пересаживать любые растения Пикировать, укоренять и посынковать А также подкармливать, обрезать и поливать 14 и 15 июля также убывающая луна Эти дни благоприятны для посева зелени Пекинской капусты, петрушки, сельдерея и пастернака Также в этот период рекомендуется обильно поливать помидоры И подкармливать их Сажать клубни луковичные и многолетние цветы Самое время пропалывать сырники Обрезать садовые растения Укоренять земляничные усы Поливать и подкармливать растения Но не следует пересаживать их и работать с корнями 16, 17, 18 июля убывающая луна В эти дни рекомендуется рыхлить, окучивать землю, прореживать и пропалывать молодую поросль Благоприятный период для посадки ампельных цветов и лиан В саду вырезают нижние побеги, прищипывают верхушки молодых деревьев Проводят укоренение усов клубники и опрыскивание гербицидами Не рекомендуется пересадки, пикирование, поливы и подкормки А еще хотим напомнить, что садово-огородные дела Лучше делать либо рано утром, либо вечером Работать в зноеную жару не рекомендуется Это не принесет пользы ни вам, ни вашим растениям Это была программа «Барышня Крестьянка» До следующей недели!